Почему страна снова стала умирать? Почему 40 месяцев подряд люди нещают? Почему 200 олигархов захватили все основные ценности в стране? Это ненормально, это опасно для всех, без исключения. Если вы не готовы, давайте команда на команду. Ситуация в стране ухудшается. Правительство предлагает только одно – сокращать пенсии, зарплаты, вложения в образование, производство и здравоохранение. Но есть другой путь. Что же предлагает КПРФ? За что борются коммунисты? Все цели КПРФ в 10 тезисах Зюганова. Восстановить экономическую независимость. Центральный банк России не должен быть филиалом американской ФРС. Хватит молиться на валюту и ублажать банкиров. Валютные операции и банковскую систему под контроль. Экспорт сырья на благо народа, а не олигархов. Выручка от нефти и газа в казну, а не на воришам и их челяди. Новая индустриализация. Нужно производить, а не растаскивать остатки советского наследия. Образование и наука для всех. Дорогу науке и образованию. Приоритет – наукоградам. Хватит калечить умы поколения. Спасти сельское хозяйство. 10% госбюджета на поддержку АПК и села. Поддержка народного бизнеса. Мы поддерживаем людей, а не корпорации. Мобилизация кредитных ресурсов. Хватит кормить Канзас и Техас. Хватит вкладывать деньги в американские бумаги. Госконтроль над ценами на товары первой необходимости и лекарства. Достойно жить, а не выживать. Изменить налоговую систему. Основная нагрузка на сверхбогатых, а не на народ. Приоритет – забота о людях. Реальный прожиточный минимум и цены на ЖКХ. Нормальные пенсии. Льготы детям войны. Восстановить бесплатное и доступное здравоохранение. Прекратить сокращение врачей, больниц и поликлиник. Защита от традиционных ценностей. Мы боремся с пропагандой насилия и безнравственности. 46% живут на 20 тысяч рублей менее. Это означает или полный паралич транспортной системы, или бунт, который организовывают. Это серьезным видом предлагается человекам, который распродал основные фонды страны меньше 3% реальной стоимости. Я не слышал ни о крика от Медведева на эту тему. Давно бы уже выгнал такого представителя в структуре власти. Кудрин предлагает дальше поднять пенсионный возраст. И за счет очередного ограбления граждан. И у нас, кстати, в прошлом году снова началось массовое вымирание страны. 10% потеряли. За счет пополняются только миграции. Я не вижу должной реакции. Поэтому тех, кто они давно пригрели, кто работает на их сторону. Ни Чубайс, ни Кудрин. Но надо посмотреть, что надо проанализировать. Правда, там Фридман оказался в этом списке, да? Но Фридман надеялся. Видимо, они его пощадят. Он за последние два года 450 миллиардов рублей, переводя на наши деньги, отправил в медицинскую промышленность Америки и Англии. 450 миллиардов. Весь медицинский бюджет на здравоохранение в этом году меньше 400 миллиардов. Если бы вложил сюда, была бы другая картина. Я бы на месте Путина их вызвал и напомнил бы им историю с Рузвельтом. Вы, наверное, знаете историю. Тот пригласил олигархов и сказал, отдадите мне половину. Я откуплюсь от бедных, организую стройки, накормлю голодных. Иначе у нас будет то, что в России было в 17-м году и деньги, и голову потеряли. Практически все вложились в оздоровление Америки. Он за счет этих средств проводил свои так называемые реформы. Геннадий Иванович, если позволите, чтобы не перебрать в дополнение к коллеге. Вы упомянули, что, по всей димости, не случайно этот список, почему он кремлевский, непонятно, оглашен за полтора месяца до выбора. Вы, как представитель крупнейшей парламентской партии, хотел бы ваше мнение об этом знать. Как реагировать сейчас высшим органам власти, МИДу, Министерству обороны, там все упомянуты, спецслужбам и, естественно, бизнесам. И потом еще, вот на этом фоне, накануне посол США в Россию, он там говорит, что просится навстречу с многими представителями политической элиты, в том числе с вами. Вот вы как готовы повстречаться? Моя жесткая позиция всегда была. Любая война заканчивается столом переговоров. Не теряйте возможность ведения диалога. Но обеспечьте так, чтобы диалог был полноценный. Если бы Хрущев не вел диалог и переговоры с Джоном Кеннеди, если бы брат Кеннеди ночью не курсировал между Белым домом и нашим, по сути дела, посольством, если бы одновременно не были приняты очень исчерпывающие меры, в том числе и Микояна срочно послали на Кубу вести переговоры с Фиделем Кастро и Чаевары, пожар войны был почти неизбежен на следующий слух. Надо уметь это делать и делать это грамотно и достойно. Что касается нашей власти, на мой взгляд, она неадекватно отвечает на все вызовы в последнее время. Народ нищает, производство останавливается. За пять лет потеряли 8% валового производства. Китай прет, 7-8% становятся мировой державой. Опыт известен, готовы взаимодействовать, помогать. Вместо того, чтобы развивать новые технологии и посадить на ключевые участки талантливых людей, сидят все те же, кто робит это производство и так далее. Я взял один с указа президента. Я говорил и у них выступал. Десять не выполнили. Я бы за это уши вместе с головой оторвал, кто этим занимался. Производительность труда должна была вырасти в полтора раза. Она росла 1-2% в год. Ну, соберитесь, разберитесь. Чтобы росла производительность, надо людей учить, чтобы у них были хорошие мозги и навыки. Надо работать на хороших станках. Они угробили всю станкостроительную промышленность. Надо развивать робототехнику. Мы умели это делать. Туда ничего не вкладывать. Надо поддерживать Академию наук. А их 500 институтов отдали фоно, которые ни бельмяс не понимают наук. Они заказывают науке, что надо делать. Надо поддержать народные предприятия. 200 оказались лучше. Надо было давно провести у Грудинина совет государственный. Пригласить туда всех губернаторов и сказать, смотрите, как это делается. Уверяю вас. Вместо этого начинают гробить лучшие страны в Европе хозяйств. Я на них смотрю иногда. Такое ощущение, что там мозги у многих перестали работать. Держатся за кошелек и за кресло. Но при такой политике не удерживаешь ни то, ни другое. Поэтому, как реагировать? Вполне. Эта же программа, не я ее сочинял. 10 шагов готовила торгово-промышленная палата. Учли все предложения Примакова, Маслюкова. Учли лучший опыт. Учли опыт китайцев, американцев, фирмы Валевой и Финской. Учли все лучшее. Показали, как работает грудинецкое предприятие. Показали Казанкова, который стал лучшим в Европе. Показали Богачева, коллективное хозяйство. Дополните ее фермами, крестьянскими. У вас все заработает завтра. Предложил Путину. Прими свой указ из трех пунктов. 40 миллионов при усадебных участках. Мужик уже туда доехать не может по вашей цене. Вывезти свою картошку с капустой не может. Что ж вы обложили всех данью. Распишитесь. Их там кадастру и стоимость. Я приехал в деревню, а там цену назвали. Обалдеешь же эти сотки. 41 миллион брошены. Зарастают бурьяном и карапивой. И березняком. Вместо того, чтобы людям дать развиваться. Молодые семьи поддержить. Ничего не делал. Я просто удивляюсь. В стране много талантливых людей. Уникальный опыт. Вместо этого занимаются грязными выборами. И паскудством информационным. Которые просто, глядя на картинку, думаю, скоро Ельциным переплюнут всех подряд. Даже своей личной репутацией и то не дрожат. Вы не сказали, что с послом встретиться готовы. С послом, в принципе, тогда я должен услышать обратный ответ. Готовы они встречаться там с нашим послом. Пословно запросил целый ряд встреч. Уклоняюсь. Если готовы там и тут, мы проводили переговоры со всеми. Я выполнял одно поручение накануне войны в Ираке. Вывозил туда большую группу, парламентарию. Президенту докладывал. С Адамом Кусейном три часа вел переговоры. Никакого там химоружия не было. И можно было уберечь этот огромный регион от войны. Стал беседовать с американским послом. Сказал, они быстро решат. Я говорю, мы 10 лет в Афгане. Мы имеем уникальный опыт борьбы. Вы там будете харкать кровью. Вот посмотри, в 15 лет, посмотри, что там происходит. Там конца и края не видно. Раздолбили уникальную культуру. Первое, что сделали, поставили охрану у Министерства нефти и газа. Остальное разворовали даже музей, который имел тысячелетнюю историю. Вот вся их работа. Мы готовы к нормальному делу. Коллеги, давайте еще 5 минут. Городкие вопросы. Городкие вопросы. Лаконичные вопросы. Да, вы хотели, пожалуйста. Андрей Закашев, генеральный фронтал «Свободная пресса». У меня вопрос, Юрий Георгиевич. Во время нового выступления вы говорили о новом власти и подачетности нового граждан. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас на данный момент какие-то понимания того, как это должно быть на практике? Понимание, конечно, есть. Мы предложили целый комплекс мер. Сейчас эти меры расширены в программе «20 шагов к достойной жизни» Павла Грудинина в рамках его предвыборной кампании. Он использует активно наши партийные наработки. Мы настаиваем на том, что должны быть расширены полномочия органов представительной и законодательной власти. Мы считаем, что контрольные функции парламента должны быть расширены. И одна из наших новых идей связана с тем, что в России должен появиться высший государственный совет, без решения которого не должны утверждаться никакие ключевые решения, принимаемые президентом Российской Федерации. Так же, как мы предложили на пост президента России Павла Николаевича Грудинина, так же мы считаем, что высший государственный совет мог бы возглавить лидер КПРФ, человек с большим политическим и государственным опытом, Геннадий Андреевич Дуганов. Спасибо, еще вопрос. Господин, один, одна ремарка. Сейчас вышел уникальный доклад, посвященный 50-летию Римского клуба. Я в свое время описывал содержание всех первых докладов, Аврелий Печеев возглавлял, они начинали доклады «Пределы роста», который вызвал оглушительный всплеск на всей планете. И они доказали, что планета стала узка для всяких экспериментов, не говоря о войне, что надо вырабатывать, конечно, новую политику. Вот этот новый доклад, доклад вообще советую всем посмотреть, почитать. Мне кажется, он уже в интернете будет. Там есть и русский перевод. Смысл его сводится к тому, что капиталист в том виде, как есть, спекулятивный, это трагедия для страны, в целом для мира. Что надо вырабатывать новые подходы, что без широкого народовластия и контроля за исполнительной властью не обойтись. Что нужны новые знания, новые технологии. И надо подумать о том, чтобы, ну, я бы так сказал, дух, совесть, культура и качественные знания были доступны для всех граждан планеты. Я должен сказать, без широкого народовластия и контроля за исполнительной властью, мне кажется, решить этот проблем будет невозможно. Но я с огромным интересом ознакомился с этим докладом. Он вообще вызовет у широких научных и политических кругов огромный интерес. Там много исключительно нового и интересного. И это я наложил на доклад Сиденьпири на 19-м съезде. Должен сказать, по многим позициям они перекликаются. А можно еще такой маленький уточняющий технический вопрос? А как Вы относитесь к тому, что по чрезвычайности от кандидата Путина в дебатах будут участвовать доверенные лица? Готов ли Ваш кандидат дебатировать с доверенными лицами и с другими кандидатами президента, если вот они пройдут всю стадию? Я предлагал дебаты. Моя личная точка зрения, выборы полноценные. Это кандидаты, реальная программа, полноценные дебаты и честное информационное обеспечение. И тогда многое в стране станет вольном участке. Это будет доверие к таким выборам и консолидирует общество. Я предлагал дебаты Ельцину, отказались. Предлагал дебаты Путина, отказались. Предлагал дебаты Медведю, отказались. Писали коллективное обращение ко всем и сказали, вот давайте эфирное нормальное время. Мы гарантируем, что мы не будем, не будем ругать, орать и так далее. Мы предложим свои решения. Если вы не готовы, давайте команда на команду. Вот наша команда по науке и образованию, ваша команда. Наша команда по промышленности и народу, ваша команда. Мы готовы и к таким дебатам. Уже пригласили и Путина к этим дебатам. Он же по 4 часа проводит с журналистами. Уверенно держится. Знает обстоятельства.